Ну вот вы видите, губернатор Приморья Олег Кожемяка общается с Ким Чен Ыном. Надо сказать, что это за этот день их уже вторая встреча. Первый раз она произошла в городке Хасан. Это приграничный российский город на границе с Северной Кореей. Там Олег Кожемяка в составе российской делегации встречал Ким Чен Ына. Вот вы видите, подъехал кортеж северокорейского лидера. Ким Чен Ын в него сел и, видимо, в ближайшие уже секунды этот кортеж отправится дальше в гостиницу, в гостиницу, где будет останавливаться северокорейская делегация. К слову, вот вы видите за моей спиной, это по-настоящему эксклюзивные кадры. Коробки с чем-то, что привезли вместе с северокорейским лидером, переносят его помощники. И кортеж уже тронулся, но очевидно, что вот за этими коробками, возможно, это коробки с документами, возможно, это коробки с кем-то, с чем-то еще. По периметру автомобиля Ким Чен Ына, как вы видите, охрана. Охранников много, но к таким кадрам мы уже привыкли. С первой встречи, если вы следили за этим, первой встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, на которую северокорейский лидер приехал тоже с большой охраной. И вот сейчас вы видите, кортеж трогается, отправляется уже Ким Чен Ын, а охранники бегут вдоль, около машины. Собственно говоря, ровно такую же картину еще раз мы видели и на предыдущих встречах Ким Чен Ына с зарубежными лидерами. И напомню, что для северокорейского лидера это первый визит в Россию с тех пор, как 7 лет назад он стал руководителем КНДР.